Джон Керри, один из немногих в американском истеблишменте кавалеров серебряной звезды, наградой, вручаемой за мужество и отвагу, проявленной в бою в следующей администрации США, займется защитой климата. Джо Байден назначил экс-госсекретаря спецпосланником, который будет курировать вопросы экологии. Эта должность идет в комплекте с членством Совета национальной безопасности. О назначениях, произведенных избранным президентом, было сообщено несколько часов назад. Наблюдатели указывают, что новый Белый дом намерен возродить традиции атлантизма, то есть укрепление альянсов с НАТО и ЕС. Энтони Блинкен, новый глава внешнеполитического ведомства, Блинкен начинал как журналист. Он получил диплом Гарварда, позднее окончив факультет права не менее престижного Колумбийского университета. Блинкену отлично знакомы коридоры в западном крыле Белого дома, где он был заместителем помощника по нацбезопасности при президенте Обаме. Министром внутренней безопасности в случае, если его утвердят на Капитолийском холме впервые в истории США, станет иммигрант кубинского происхождения Алехандро Майоркас. В качестве постпреда в ООН Байден выдвинул кандидатуру Линды Томас-Гринфилд. Ведомство национальной разведки должна возглавить 51-летняя Эврил Хейнс. А Дженет Йеллен, руководитель ФРС, это Центробанк США, переместится в кресло министра финансов. Став случай одобрения Сенатом первой женщиной, занявшей эту должность.